Хребет Нурали Южного Урала – один из нескольких входящих в горный массив Башкирии, расположен в Училинском районе в республике Башкортостан. Хребет Нурали примечателен тем, что на его склонах берет свое начало река Мяс, приток Шерембай и приток Рекиуя. Продолжение следует... Продолжение следует... Река Мяс наберет начало, исключая на Восточном Спонии хребта Нурали на высоте 700 метров на уровне моря. Мяс попадает в реку Сеть с правого берега. Падение высоты от листока до улицы составляет 508 метров, а длина реки составляет 658 километров. На реке Мяс расположены города Мяс и Шерембай и другие населенные пункты. Башкирского название Рнурлы переводится как «Светлый». Своё название «Хребет Светлый» получил не только благодаря цвету пород, из которых он состоит, известняковые, туфиты, но и из-за отсутствия высокой растительности. Горные породы и сильные ветра в этом регионе не дают расти деревьям и кустарникам. Из-за отсутствия какой-либо высокой растительности, издали хребет напоминает лысую гору. Размеры хребетонуролей относительно небольшие. Ширина около 2 километров, длина около 8. Мы прошли 27 километров по нашему маршруту с посещением истоков реки Мяс и добрались до самой северной части, где написано «Максимальная абсолютная высота хребета 752 метра», а наш прибор показал 757 метров. Деревья и кустарники встречаются изредка, преимущественно на склонах. У подножия в некоторых местах растет смешанный лес, в котором встречаются сосна, береза, лиственница, ель и другие деревья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На вершине распространен травяной покров, чередующийся с растениями, которые способны произрастать на каменистой почве – тимьяны, гвоздика иглолистая и другие очень красивые растения. Среди обитателей животного мира здесь встречаются в основном степные – норки, куницы, бернастаи. Говорят, даже медведи водятся, но мы встретили только ежа. Сусликов много видели. Но Ралли называются еще игрушечными горами. Туристы рассказывают о своих путешествиях по этим местам и делятся впечатлениями о странном состоянии задумчивости или повышенном восторге или даже подавленности. Все эти рассказы можно было бы назвать милыми фантазиями, если бы не одно обстоятельство. Хребет, о котором идет речь, действительно сильно отличается от своих собратьев. Он их прям пришелец, только не из космоса, а снизу. Дело в том, что он находится на главном уральском разломе, в том месте, где сибирская плита столкнулась с русской плитой, выдавив на поверхность часть пород Уральского Палеоокеана. И в этих местах мы ощущаем сильную энергетику, магнитные поля и даже повышенную гравитацию. Пейзаж с вершины хребта открывается и правда нереальный, весь мирно, как на ладони. Не случайно эти места – лакомый кусочек для профессиональных фотографов. Здесь можно сделать отличные снимки. А в мае зелень получается самая зеленая. Надеюсь, нам удались фотографии и видеоматериалы. Далеко до самого горизонта просираются невысокие, поросшие степной растительностью горы. Порой образуя крутые завихерения, напоминающие гигантский веер, Небольшие участки леса тактично прячутся во врагах, чтобы не загораживать обзор любознательному путешественнику. Далеко на западе можно разглядеть хребты Ремель, Уринга. На юге виднеется Алабия, а на северо-востоке – Эльмены и Чешковский хребет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok